В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Приговор вынесен, но ставить в деле точку еще рано. 76 лет колонии строгого режима на четверых получили пособники преступления и убийца Олега Дергилева. Напомним, в октябре 2013 года владельцы сети магазинов «Горелка» нашли застреленным недалеко от железнодорожной станции «Козелки». Расследование преступления длилось два с половиной года. В итоге на скамье подсудимых оказались четверо исполнителей впереди в поиске пятого и непосредственного заказчика. В один голос об этом говорят все, ныне осужденные. Убийцей Олега Дергилева суд признал Сергея Козаева, который по данным следствия выстрелил в бизнесмена. Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Остальные Сергей Дагазин, Вячеслав Калистратов и Максим Колесников проходили по делу как пособники. Они проведут за решеткой от 16 до 19 лет. «Мой сын не виноват. Это я как мать говорю, положу руку на сердце. Мой сын был на работе. Все это действительно сфабриковано. Мы будем обжаловать, естественно, мы пойдем дальше, мы будем добиваться своей правды». На след преступников силовики вышли в апреле 2014-го, примерно через полгода после убийства. Как говорят следователи, в полицию с заявлением пришла бывшая жена Сергея Козаева, который тот сообщил о том, что готовит покушение. «То, что ему заказали владельцы сети алкогольных магазинов «Горелка», он не сообщил в одном из магазинов алкогольной сети «Горелка». Также впоследствии он при ней рассказывал о том, что ему необходимо купить пистолеты. И после того, как у них произошел конфликт, она решила больше не скрывать полученную информацию». Пока шло расследование преступления, за любую информацию о причастных к нему объявили вознаграждение в несколько миллионов рублей. Получил ли кто-то эту сумму или нет, неизвестно. Родственники Дергилева от комментариев отказались. «Камера выключится без комментариев». А вот родственники осужденных говорить не стесняются. «Вот это мы правду получили. Если бы мы знали, что так будет, я бы сейчас уехала куда-нибудь в горы с ним, и все, мы жили бы». Несмотря на доводы родственников и оправдание самих осужденных, суд приговорил всех четверых к длительным срокам заключения. Обвинительный вердикт им, кстати, вынесли и присяжные. Коллегия формировалась дважды. Впереди у следователей поиски пятого исполнителя Сергей Минченко. Сейчас находятся в розыске. Ставить в деле точку еще рано, так как предстоит установить и заказчика убийства. Версий преступлений несколько. Также по неподтвержденным данным есть и подозреваемый. Информацию пока не разглашают. Более 4 килограммов опасных синтетических наркотиков изъяли полицейские в Комсомольском районе Тольятти. Зелье хранилось в съемной квартире 29-летнего мужчины, который, по версии силовиков, торговал дурманом. Наркотик торговец смертью прятал в личных вещах, мебели и даже посуде. Сбыт осуществлялся бесконтактным способом – через закладки. По данным полиции, задержанный сам является наркоманом. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки наркотиков в регион. Молодой человек задержан. Продолжается следствие. Черный дым над Самарой и на улице Самарской горела новостройка. На крыше здания взорвались баллоны с газом. Никто не пострадал. Подробности в нашем сюжете. Взрывы на крыше прогремели в 9 часов утра. Скорее всего, причиной стало нарушение пожарной безопасности. О пострадавших пока ничего не известно. На месте работают пожарные и газовая служба. Местные жители рассказывают, сначала не поняли, что произошло. Дом семьи Ковалевых стоит впритык к забору стройки. Их единственных не отселили до начала строительства. Мы слышали утром один взрыв. Я сначала думала, что это на Волге что-то. Затем второй. Дом качается. Ребенок что-то тоже волнуется. Говорит, что это такое, что это такое. Пацан, второй. И третий взрыв. На территории лежат фрагменты разорвавшихся газовых баллонов. Очевидцы говорят, что видели, когда их привозили на стройку. На этой неделе там баллоны были. Она видела, писала в прокуратуру, что ли. Я-то не знаю, я подальше живу. Никто не реагировал. После взрыва столб густого черного дыма доходил до железнодорожного вокзала. Самарцы начали сразу выкладывать видео в социальные сети. Как сообщают в управлении МЧС, площадь возгорания в итоге составила 25 квадратных метров. Произошел взрыв трех баллонов, предположительно. Основная сложность заключалась в том, что отметка 74 метра. Поэтому сейчас вы видели, что доставка стволов осуществлялась вручную практически на эту отметку. Вызвана лаборатория испытательная наша, которая сейчас будет проводить уже детальное разбирательство. И причины будут установлены окончательно. После взрыва газовых баллонов загорелся утеплитель. Пожар полностью потушили через 40 минут. По предварительной информации МЧС, пострадавших при пожаре нет. В суде Кировского района приступили к рассмотрению дела в отношении 34-летнего уроженца Узбекистана Дениса Фатакова. Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях, среди которых изнасилование, разбой и покушение на грабеж. По версии следствия, в октябре прошлого года на проспекте Карла Маркса злоумышленник выследил двух школьниц, затем, представившись слесарем, проник в их квартиру и изнасиловал несовершеннолетних. Затем похитил из квартиры золотые украшения. Задержали его спустя несколько часов после преступления. Нелегальный улов. В Самарской области утилизировали более трех тонн сазана. На трассе между Казахстаном и Самарской областью инспекторы ДПС и сотрудники областного управления Россельхознадзора остановили грузовую «Газель». В кузове находилась рыба. По оценкам экспертов, в момент задержания товар был уже просрочен. Кроме того, документов, подтверждающих его качество и происхождение, не было. Но владельца груза составили административный протокол, а весь товар был вывезен на Дубово-Умёцкий ветсанутильзавод и переработал в мясокостную муку. Данная продукция является опасной, потому что неизвестно место лова, эпизодическая ситуация водоема, и отсутствует необходимое исследование рыбы на показателе безопасности. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok